Уже на подходе к куртинам, где ежегодно размещаются герои Бала Хризантем, захватывает дух. Многообразие запахов поражает. Сотрудники Никитского ботанического сада объясняют, все цветы, как и люди, имеют свои уникальные ароматы. Соединяясь вместе, они переносят посетителей в тёплые солнечные дни. А поздней осени на календаре напоминают только холодный ветер. Хризантемы – одни из немногих растений, что для цветения любят более прохладное и пасмурное время года. Не менее впечатляющим становится вид, открывающийся на выставочный участок с небольшого возвышения. Многообразие окрасок напоминает палитру художника, только творец здесь – сама природа. Культура, которая нет равных по такому разнообразию форм соцветия и окрасок. Взять любую культуру, у них будет всё-таки одна какая-то форма соцветия, может быть, несколько. Но у Хризантемы на выставке представлены все 11 классов по форме соцветия Хризантем. Это и лучевидные, простые, полумахровые, отогнутые, кудрявые, полушаровидные, шаровидные, анимоновидные, пауковидные. Вот все 11 классов, которые существуют по классификациям научных, они у нас представлены на выставке. На выставочном участке в этот раз представили рекордное количество сортов Хризантем. Полсотни видов. Из них 320 мелкоцветковых и 180 крупноцветковых. Каждый год на балу презентуют несколько новинок. Сорта, которые были выведены отечественными и иностранными селекционерами в текущем году. Из Голландии этой осенью в Крым прибыли 14 видов. Очень интересная сорта серия, необычная, из крупноцветковой Хризантемы. Сорта серия называется Этруска. У них необыкновенные извивчатые цветки всем посетителям выставки. Все посетители выставки, я просто обращаю внимание, что они очень прилинулись, и мы очень эти Хризантемы. И для нас, как селекционеров, это очень необычная форма соцветия. Не буду вдаваться в подробности, но в ней совершенно отсутствуют язычковые цветки, а собраны в соцветие только трубчатые цветки. Это большая редкость. Я, например, впервые с этим встретилась. Ежегодным посетителям представляют гибридные формы, выведенные селекционерами Никитского ботанического сада. В этот раз их 51. Из крупноцветковых некоторым уже даны названия. Соломенная шляпка, бегущая по волнам, сон в облаках и другие. Каждый вид имеет свои особенности и выглядит по-настоящему уникально. Сотрудники сада, привыкшие к цветочному разнообразию, рассказывают, в какой восторг и удивление приводит выставка тех, кто приезжает сюда впервые. Многие даже не подозревают, что хризантема может принимать такие необычные формы. Причём появляются они в результате свободной селекции, то есть с помощью опыления насекомыми. Хризантемы различных видов высаживают рядом, в результате чего происходит скрещивание. Мы берём материнскую форму, которая нам понравилась. Допустим, сорта, определенного сорта. Изначально как бы селекционер, он должен быть ещё, как вам сказать, художником, понимаете, и искусствоведом, чтобы он должен понять, что может быть разнообразие может быть с этого определенного цветка. С получившимися в результате опыления гибридными формами продолжают работу селекционеры. Дальше будем работать над ними и смотреть по декоративности, как они подходят, как они к заболеванию, как они зимуют. Зоя Андрюшенкова – автор большинства новинок мелкоцветковых хризантем, представленных в этом году. На одной из куртин можно увидеть несколько сортов с кодовыми названиями, начинающимися с буквы «А» в честь фамилии автора. Однако прекрасные цветы должны носить соответствующие названия. По давно установившиеся традиции, именно этим растениям предлагают придумать гостям Никитского ботанического сада. Недалеко от выставочного участка установлена зона для голосования. Там все желающие могут оставить свои варианты для особо понравившихся сортов. Расскажите, выбрали имя какой-то хризантемии? Да. На самом деле мы хотели сначала дать, я и мои родители хотели дать имя Алиса, но казалось, что уже Алиса есть, при том, что она рядом с Алиной. И очень интересно, потому что мою сестру тоже зовут Алина, и мы Алиса и Алина рядышком прямо там. Вот. Поэтому мы решили в честь своей фамилии дать Миледи. Вот. Такая у нас красивая хризантемия будет. Надеюсь, назовут. Также ежегодно посетителям предлагают выбрать принцессу и королеву балла из мелкоцветковых и крупноцветковых растений. Соответственно, отдать голос за самый красивый цветок можно прямо на выставке или на сайте Никитского ботанического сада. Все очень яркие, красивые цвета. По-моему, выбрать очень сложно будет, потому что они все настолько насыщенные. Хотелось бы, чтобы эти цветы можно было купить не просто увидеть вот здесь, а можно было увидеть их в продаже, потому что я бы с удовольствием посадила на своем участке какие-то яркие эти цветы. Я приехала из города Анапа. Да, приехала специально посмотреть балл хризантем. Впечатление шикарное, шикарнейшее. Ради этого стоит приехать. Ну просто, ну нельзя не приехать, не любоваться этой красотой. Были на этот парад роз, был розами любовались. Хотелось просто вот лечь на лавочке, там ночевать. Ну шикарно, шикарно, просто шикарно. К середине ноября развести успели даже поздние сорта, поэтому выставка предстает перед посетителями во всей красе. Познакомиться с разнообразием хризантем можно будет примерно до конца ноября. Все зависит от того, как цветы переживут приближающиеся заморозки. Гостей ждут ежедневно с 9 утра до 5 вечера. София Драговоз, Юрий Риутин, Севинформбюро.